Алла Михайловна шла мимо краевого онкоцентра и не смогла пройти мимо. Пенсионерка услышала, что в больнице лекция о правильном питании. Файсфуды эти самые, которые молодежь влечена, газированные напитки я совершенно не употребляю. Алкоголь точно так же. Алкогольные напитки тоже ни капли, ни единой капли. В основном на уроки в Центр Надежда приходят онкобольные. В их дети важен психологический аспект. Кто-то часто заедает стресс. Врачи объясняют, даже психотип человека влияет на аппетит, предпочтение в еде. Я не нашла своего типа. Одну приятельницу и соседку, которая живет сверху, они к третьему типу относятся. А третий тип это какой? Слизь. Копченая, жареная, соленая, острая. По словам диетолога Оксаны Галкиной, это основные провокаторы рака. В роковой список продуктов врач добавляет простые углеводы. Это печенье, пирожные, а также свинину и говядину. Даже витамины в большой дозировке могут стать причиной опухоли. Самый такой простой пример. Бак в машине 50 литров, а вы туда попытаетесь залить 70. Что будет? Будет переливаться. То же самое организм. Иначе говоря, в организме меняется гормональный фон. Врачи советуют искать спасение от рака в цветной капусте, брокколи, цельных зернах, орехах. Овощи и фрукты оранжевого цвета. Почему? Тыква, перец, облепиха. Помимо того, что там и полезные микроэлементы, и витамины, там же содержится клетчатка. Клетчатка, которая над себя адсорбирует вредные вещества. Спортивный тренер Станислав Сергеев уверен, что рак могут вызывать и обычные яйца. Он объясняет это содержанием холина, к слову, важнейшего строительного материала мозга, который в больших количествах может привести к онкологии. Станислав не ест жирное, сладкое, не знает вкус алкоголя. Приучает к здоровому питанию и своих клиентов. Используется такой прием, как замена. Если какой-то рафинированный сахар, либо какие-то обработанные сладкие продукты, мы заменяем их просто на органические фрукты. Если переработанное мясо, то есть колбасы, сосиски и так далее, мы заменяем его на обычное мясо. Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству онкобольных. Сейчас в регионе проживает более 12 тысяч человек, у которых выявили опухоль. Вряд ли все они были бы застрахованы, питаясь только цветной капустой и брокколи. Если бы все было так просто, то, наверное, миллиарды долларов в мире не тратились бы на поиски новых препаратов от рака и разработку новых методов лечения. То, что можно победить рак или предотвратить его, поедая только полезные продукты, верится слабо. Многие ученые сходятся во мнении, что онкология – это случайная мутация, природа которой до сих пор никому не ясна. Поэтому относиться к сбалансированной диете как к панацеи не стоит. Зато уж точно в чем можно быть уверенным – здоровое питание еще никому не навредило. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.